Всем привет! Продолжаем смотреть игры с буткемповского турнира. В этот раз встретятся Esmusein и Gengis Wolves. Будем называть его просто Gengi. Слишком сложно для произношения, сори, чуваки. Я бы изначально предположил, что Esmusein однозначный фаворит этого матча. Все-таки это очень опытный старый игрок. Играет очень древний как говно мамонта. А вот Gengis Wolves, он же Генжи, появился относительно недавно. Восходящая звезда. Ну и посмотрим, что же лучше, новизна или старина. По сетапу. Здесь у нас Антанта. Esmusein. Gengi играет также за Антанту. Теперь можно начинать. Сразу же, дрон от Генжи смотрит озвертывание, смотрит где вертолет, смотрит нет ли от другого дрона. Не совсем понимаю, зачем он здесь нужен. Они знают, кто играет за какую фракцию. И в общем-то Антанта ничего не может спец Антанта против Антанты. Не может ничего вытащить такого экстраординарного. На старте. Основное развертывание Esmusein на Фокстрот. Основное развертывание Gengi на Альфу Дельту. Хотя, с другой стороны, основное Ли. Потому что на Альфу едет много юнитов. Много юнитов едет и на Фокстрот. Причем, ни танков, ни там, ни там нету. Похоже на игру Пикуда. Откровенно говоря. Не доезжает пехота Esmusein. Вообще, он, конечно, мог бы выстегнуть эти Грейхаунды. Модерна позиционируется чуть в стороне, чтобы следить за открытым полем. Но, что мне подсказывает, справа она бы сработала лучше. БМП, конечно, с Грейхаундами могут справиться. Но уже вообще нет морали. Все в панике. Так. Так, добавил немножко звука. Может быть, будет не так уныло. Так, смотрим, что у нас происходит. То есть, здесь разбили группировку Esmusein'а. На центре, тем временем, проиграть не получится. Еще и самолет налетает. Хороший напалом, только смысла не было. Итого, размен Дельта в обмен на Фокстрот. Однако, на Фокстроте Генжи развернулся заранее. И вполне можно успеть с базы притащить подкрепление, прежде чем пролетаристы зайдут в дома. Либо хотя бы прикрыть Ми-17. А вот поражение на Дельте может стать фатальным. Для Генжи. Как я понимаю, оба игрока забили на Браво. Поэтому смотреть будем с этой стороны. Правильно, конечно, он объезжает Грейхаундами. Но вот Ми-17 не собьют. Так, какие перспективы на текущий момент? Ну, во-первых, Esmusein' может поставить на двойку свою кэше. Сделать себе плюс два. А вот Генжи сейчас откровенно зажат на одной позиции. Он сыграл на две зоны одновременно. Нигде полного доминирования не добился. В свою очередь, Esmusein' еще может реализовать свой центральный кулак. Причем он не спешит этого делать. Поэтому ожидаем очередного длительного противостояния. Естественно, оппозиционного. Давайте приблизим, посмотрим, что там происходит поближе. Очень много пехоты. Есть танк, есть разведтанки. Прекрасная группировка. Ну, вперед. Пехота-то механизована нет, не пойдет. Пролетаристы идут одни. Хотя, в принципе, этой армии хватило бы, чтобы вычистить дельту чуть ли не до КШМки. Может, боится самолетов, но у тебя же дрон есть. Почему ты не используешь дрон, если вытащил его на старте? Сяу, понятное дело, не справляется в одиночку. Нужна какая-то поддержка. Интересно, КШМ стоит в самом открытом очевидном месте. Но поскольку открытой прямой разведки нету, прямого обзора. В жизни туда не выстрелишь. Ни артой, ни бомбовозом, ничем. И вот опять магия тяжелых танков. Модерна стоит на фокстроте. Что она здесь может сделать против пехоты, сидящей в домах, если ты в обороне, а на центре тебя продавливают? Может быть, стоит на центр переключить ее? Не похоже, что ты сможешь занять фокстрот двумя пролетаристами и модерной. Отличный пуш, все-таки проходит вперед, дождался, когда упадет напалм, и после напалма повел вперед всю свою пехоту, повел транспорт, танки. Отличный пуш, не реализовал свое первоначальное преимущество Эсму Сейн. Модерна так и осталась вдалеке стоять. И с подкреплениями он также не вызвался. Однако поставил Кашемку. Сейчас капает плюс один. Но с другой стороны, Кашемка вынужденная. 54 поинта у Генжи. Он раньше поставил свою вторую на двойку. Эсму Сейн вынужден вытаскивать джип. Давайте на троечку мотанем. Сейчас они долго-долго будут друг друга толкать. Взад-назад. В такой ситуации, когда у тебя уже все заполонила пехота, отвечать чисто пехотой смысла не имеет. Ты уже в меньшинстве. Там еще и танки есть, 84. Имеет смысл сначала скопить ударный кулак танков. Один, два и 84-х в данном случае достаточно. С синей стороны. Тем не менее, решает он сначала обеспечить прикрытие, только потом вытащить танк. И это правильно. Ох ты, какой отвратительный крит. Первым же выстрелом сломана оптика, и танк погибает. Работает миномет. Работает миномет слепую. Хорошо. Начинается работа напалмом, но напалмовоз падает. Только хотел сказать, что можно расшатывать второе направление. Но увы. Пара слов про... Приехала Кашемка. Пара слов приехала... Бляха-муха. Короче, Антанта. Как играет Антанта? Много-много транспорта. Много дешевой пехоты. Пролетаристы обычные. Пролетаристы 90-е. И средние танки. Вот модерны они здесь как бы ни к чему. Особенно на лесных территориях. А вот большое обилие пехоты, это всегда плюс. И в частности, на этой карте Антанта чувствует себя превосходно. Привозишь пехоту. Транспорт где-то в метрах в 500-600 позади. И профит. Подъезжает модерна. Модерна, к сожалению, без прикрытия. Но пролетаристы уже в панике. Модерна получает возможность выжить. В принципе, синяя сторона играет от маневра. Приехал на Фокстрот, сразу же переключись на Дельту. Если на Фокстроте нет основной массы противника. К сожалению, модерна опоздала. И сейчас у Эс Мусейна большие проблемы. Приехала вторая модерна. Не уверен, что это хороший выбор. Целей очень много. Цели жирные. Преимущественно пехота. Возможно, имело бы смысл взять больше средних танков. Однако, первый М-84 был потерян сразу же. И по скорости накопления танков Эс Мусейн проиграл. Видимо, именно из-за этого он решил вытащить модерну. Не количеством брать, а качеством. На одном ХП машина охренеть. Вижу кубы М-4. Отличный выбор. Обожаю их. Хорошо работает модерна. Убивает танки. Убивает БМП. Подъезжает еще 84-й. Но заканчивается пехота. Супер Галлеб. Ах, чуть-чуть. Ну-ну, и подобранцы не справились. Нет, пролетерии. И пролетерии не справились. Про подобранцев хотел сказать. Не хватает немножко этих пацанов как раз для таких ситуаций. Не вижу ни одного. Чтобы добивать танки на отступление. Чтобы фланкировать их и не позволять уходить. Модерна могла погибнуть. Окажись, здесь один подобранец. Хорошо. Дотекает Генжи. Дотекает Эс Мусейн. Но вот Генжи-то уже на позиции. К тому же у него войска сохраняются, которые были здесь изначально. И у него есть определенные преимущества. Но как долго это продлится, будем посмотреть. Хорошо. Минус еще один на полмовоз. Прямо на себя. Наглая Модерна. Не хватает здесь реконтанка на фланге. Хотя бы один из вожат сюда притащить. Уже будет профит. А тем временем поинты капают. Генжи уже почти две сотни набрал. Очень красивые были. Пламены. Прямо в толпу. Прямо во все. Но далеко. Такая арта должна работать с минимальной дистанции для нанесения урона. Вот он отстрелялся. Да, мораль снял. Но никого не убил. А ему сейчас конкретно нужно было убивать пехоту противника. Хорошая атака. Погибает механизованная пехота. Погибает БМП. Танки стоят, курят. Танки в панике. Макамон. Это красные танки. У них автоматическая система заряжания. Им плевать на панику. Особенно вблизи. Еще один пламень с базы. А вот стреляя он куда-нибудь отсюда, могу вполне убить КШМку. Даже. И ситуация-то меняется. Потихоньку Эсмусейн передавливает своего оппонента. Спас Модерн от Птура в последний момент. Хорошо. Минус Птур. Теперь. Только хотел сказать, что теперь можно давить, как погибла вторая Модерна. На Фокстрот встала КШМка. Уже плюс два у Генжи. И даже если этот пуш сейчас получится, а он явно получится, нет гарантии, что удастся набрать 200 с лишним очков для победы. Причем при такой тактике Генжи даже не обязательно навсегда занимается, мать Дельту. Достаточно просто отъесть максимальное количество победных очков. Так, давай. Танкуй КШМкой, чтобы танки уехали. Не хочет. К сожалению, может и счастью, Эсмусейну выйти на открытый простор здесь уже не получится. Тут танки, тут подкрепления подъезжают. А выходить надо. Ему срочно нужно плюс два оформлять. А лучше плюс три. Оставить свишку на Альфу, ставить на Браву. И, возможно, занимать Фокстрот. Впрочем, не вижу возможности занять Фокстрот для него сейчас. Красивый Супер Глеб. 84-ка стоит на фланге, ничем не прикрытая по факту. Пролетаристов очень просто пропустить в эту дырку. И танк погибнет. А вот на центре он был бы очень полезен. Три машины уже могут на равных драться в лоб с пролетаристами. Чудовищное дотекание. Больше сотни очков приехало за раз. И это все качественная югославская пехота. К сожалению, не вижу здесь уже возможности отыграться для Эс Мусейна. Слишком много было вложено в танки тяжелые. Слишком много было потеряно этих самых танков. Ну и теперь просто возвращаем на место к Эши Мку. Да, она погибла, но Генжим имеет возможность вызвать еще одну. Очередная контратака не оставляет надежды Эс Мусейн вернуть эту зону. Если у вас отобрали Дельту, поставили Кэши Мку, вы можете попытаться поиграть на других областях. Или сделать облет. Одна из самых подлых и самых крутых штук с синей стороны. Это оккупация вот этих кварталов. Вы принимаете выходящее подкрепление прямо на респе, убиваете их сразу же. И профит. Погибает еще один, 84. И преимущество Генжи уже просто подавляющее. Еще раз, Антанта. Это в первую очередь пехота. А не тяжелые танки. Да, модерна хорошо чувствует себя в лесу, но это слишком дорого. Перебазировался в 84. Здесь он в большей безопасности под реконом. Кстати, а есть ли возможность здесь атаковать? Нет, боюсь не получится. 84 отобьет все атаки. Ну, возвращаемся к центру. Ми-35 это, конечно, уже жест отчаяния. Толку от них не будет никакого. Но вдруг... Но вдруг... Все резко умрут. Первая игра сосредоточилась в одном месте. Посмотрим, что будет в других. Что, вторая игра. Поглядим, кто сильнее. Новичок или старичок? Синий. Генжи. Красный. Эс Мусейн. Генжи. Ну, вы и сами видите, что это Еврокорпус. А тут Балтика. И опять непонятная КВС-ка. То есть, он пытается защититься от воздуха. А! Все. Дошло. Он прикрывает таким образом Пахтайгер. В этот раз, конечно, истребитель взят не зря. Мы покупаем Пахтайгер. Прилетает истребитель противника. Убивает его. Безвозмездно. И мы вот в такой ситуации. Только Пахтайгер еще умереть должен был. Чтобы этого не происходило, вытаскиваем свой истребитель, либо дрон. Наконец-то погиб. Несмотря на то, что на гольфе, кто там, шпадохраниарцы погибают. Конечно, очень классный залет остановил все наступление. Повредил танки, загнал их в панику. Теперь даже якори с КТХами смогут с ними справиться. На центре, тем временем. Очень неспешно развиваются события. Айс Мусейн отыгрывает, скажем так, классическую Антанту. Занимает ключи... О, боже. Балтику. Конечно же, Балтику. Занимает ключевые позиции, а потом действует по обстоятельствам. Ну, или пытается занять. Пахтайгер упал, но Рима осталась. И теперь придется сейчас целую спецоперацию по зачистке домов устраивать. Опять, что интересно, никто не хочет заниматься облетами. А зря. На этой карте сам Бог велел отправить Пантерку, Пахтайгер. Ми-8Т, КТ, к примеру, на базу противника. Впрочем, база защищена. У одного нормально, у другого так. Отрядом якорей. Начинается атака. Якори действуют без прикрытия. Легион и разведка успевают уйти, а можно было бы их не отпустить уже. Выйди коттеджки чуть пораньше. Сразу же идет война на других направлениях одновременно. На Гольфе Чарли и на Эхо. Занял Лес Муссейн домики. И пытается пройти дальше. Однако ВАП не пускает. Отличный ПТУР. Уничтожает КТХи. И вот опять. Ты взял тяжелый танк. Супер тяжелый танк. Супер тяжелый танк. Стоит, чилит. Зачем ты взял тяжелый танк? Но если ты уже его взял, ты его как-то используй, наверное. Вот, например, он мог бы помочь якорям зайти. Отработать по ПТУРам. Например, можно тяжелым танком. Можно поддержать других якорей. В общем, крайне странная история Лес Муссейна с топами. Отлично действует Генжи. Вообще, очень хороший уровень игры показывает, парень. Вроде бы появился на большой сцене не так давно. Но. Качество игры на очень хорошем уровне. Учился у самого Путина. Не иначе. И не только у Путина. У Размана. Возможно, у Крота. Крайне странное решение от Эс Муссейна. Я вообще не могу понять, как он играет. Вытаскивает КШМ. При том, что Дельта не законтролена фактически. Тут может пройти пехота. Тяжелый танк Мемод стоит в стороне. Он не работает. При этом, если он подлетит вперед, может наткнуться на легионов. Подлетит? Подъедет. Неважно. И ни хрена не боится Эс Муссейн. Того, что может случиться. Но, с другой стороны, наглость – это второе счастье. Если противник не наказывает за такое, почему бы не заниматься этим самым? В частности, забирать Дельту на халяву. Причем, необоснованно. На Чарли, тем временем, отличный обход со стороны пехоты. Тут же работает пион ПСВ. Вот всем хорош танк, только нет стабилизации. Он может или ехать, спасая свою шкуру, или стрелять. Отлично. С разных направлений зашел, поддержал танком. Подсветил. Тут и ПВО, и танки, и пехоты. Все на свете есть у Эс Муссейна. Отличная работа. Да ладно, неужели достанет? Достал. Минус один танк. Пантера под ударом. Пантера сейчас упадет. Ну вот, дрон сомнительное решение. Можно было отработать и танком, при поддержке Евроякоря. Начинается перестрелка на Дельте. Под шумок пытается Эс Муссейн забрать две зоны одновременно. Но здесь уже два первой. Отличный Мемод. Боже, как он катает. Боже, как он катает. Он привел Мемод. Мемод простоял всю игру, а потом слил его на команда спара. Боже, как он катает. И я, да, вот я про него сказал, что это один из фаворитов данного турнира. И, конечно же, фаворит матча. Хороший залет дроном. Встал Акэшем на Гольф. Встал Акэшем на Чарли. По-прежнему Эс Муссейна плюс один. И нервы у Генжи не выдерживает. Блин, так обидно сейчас стало за этот Мемод. Вот если бы не Мемод, победа была бы чистейшая. Конечно же, выиграл он за счет более лучшей организации. За счет атаки с разных направлений. Из-за чего более эффективные размены. Постоянно танки прирыты пехотой. В свою очередь, у Генжи АМХ катаются просто так. В общем, Эс Муссейн показал сильную игру. Вот за одним нюансом. Тяжелый танк ему был не нужен. Хватило бы вилки. Вместо этого он мог бы взять еще пехоты. Переходим к третьей игре. Итого у нас счет 2-1. Господи, что со мной такое? Счет 1-1, конечно же. Идем дальше. Третья игра. Ядерная осень. Эс Муссейн синий. Он же Еврокорпус. Красный, Генжи, также Еврокорпус. Сразу же быстрое развертывание с большим количеством птуров и вертолетов. КВСка синяя падает. Не уверен, что Кассиопеи были хорошим решением. Тем не менее, ПВО разряжено. Можно летать свободно. Прилетают на Альфу. Пацаны. А на Индии? Боже, как Генжи мало. Он вроде бы везде развернулся, но его нигде не хватает. Это особенность вертолетного развертывания. Слишком много поинтов вложено в Пантеры. У Эс Муссейна хотя бы на Дельте есть какая-то группировка. Всего одна Рима. И Птур, конечно же, Альфу не удержит. Но подъезжает под крепление. Очень мне понравилась эта группировка. Сначала приехала на Дельту. Потом вернулась на Индию. Потом опять переехала на Дельту. Погибает фланговый АМХ. Краталь можно отстрелить, будет в перспективе. Слушайте, и Генжи тащит. У него есть все возможности захватить Альфу и не отдать ее. Выходит 2-1. Но здесь есть легионы. Спасается легион синего. АМХ на фланге. Не убил. Увы. Зря высадился. Надо было ехать. Успел бы как раз прятаться, пока перезаряжается. Плохо. Исчез из засвета 2-1. Так, а вот легионам сюда ломиться уже на город не надо. Его надо подводить к 2-1. Ловить его в борт. Хороший проезд. К сожалению, АМХ не контрит верты. Вот для этой цели нужны Кассиопеи. А на развертывание они работают очень слабо. Так, здесь. Генжи забирает дома. Так, ну и что у нас получается? С. Мусейн не стал ломиться. Просто банально взял противника в клещи. Теперь он может вытащить подкрепление, напасть в лоб, обойти. Дома заняты. Недоконтролил немножко Генжи в том моменте, когда можно было добрать легионов. И есть возможность убить АМХ. Один уже погиб. Убить АМХ. Пройти дальше. Отрезать подкрепление полностью. Целую КВС-ку вынужден покупать Генжи, чтобы справиться с одной Кассиопеей. Мне определенно нравится, как С. Мусейн контролирует территорию. Войск немного, но все ключевые точки заняты. Войска передвигаются. Где-то даже под прикрытием. Легион пеший будет идти до базы. Про него можно уже и забыть. Прилетает еще один ПТУР. Но вот как раз ПТУР-то здесь и не нужен. Тут нет танков. Нет для него целей. Пахтайгер на фланге. Посмотрим, что он будет делать дальше. А пока все внимание к Альфе. Будем откровенны. С. Мусейн, вызываясь с Браво, рано или поздно заберет эту Альфу. Все-таки игрок такого уровня, как С. Мусейн, не может не забрать Альфу. Поэтому для Генжи, я так полагаю, сейчас было бы выгоднее вытащить Сивишку, а не пытаться удержать позицию. Выкатить Кашемку, возможно выкатить вторую Кашемку и получить плюс 4 на какой-то период времени. А потом обороняться на линии Чарли в Дельта, Индия. Очень много юнитов красных, но они все в одной точке. Причем нечем отконтрить 2А1. Да, дела. Вот он, красный леопард. Но он как-то далековато. Хороший дым, прям по таймингу, прямо под Писс Райан. Никаких замечаний, ни претензий. Вытаскивается Генжи на Дельту. Ну ты уж как-то определись, ты работаешь на Альфе или везде и сразу. С-Мусейн очень круто организует свои атаки. Это уже, скажем так, давно известно. Здесь и АМХ, и 2А1, и прочее ДПСное прикрытие. И отбивать его наступление крайне-крайне сложно. Именно организация атак лобовых, это одна из сильнейших сторон Эс-Мусейна, на мой взгляд. Пытаться вот так вот Дайхарно против него стоять. Очень много пехоты. Идет по всем направлениям. Шассеры уже зашли в дома, Легионы уже зашли в дома. Птур, конечно же, ничего не сделает. Пантеры уже нету. Боже, Гренадеры просто безнаказанно заходят в кварталы. Рима даже не пытается им противостоять. Отличный АМХ. Так, здесь у нас что? Легион встретил шассеров. Видел ли Эс-Мусейн, что у него в тылу Легионы? Вот так, сейчас повернем карту, чтобы было видно. Респаун синего игрока. Отлично. Пах-Тигр зачищает защиту на Индии. Можно будет в перспективе там прорваться. Похвалила Генжи по итогам первой игры. Но вот сейчас как-то все не так. Привозит много юнитов, складывает их в одно место, где Эс-Мусейн получает возможность их убивать. Гораздо выгоднее было охватывать Альфу. Занял кварталы. Займи вот этот лес. Не видел он. Не видел. А Легионов в тылу погибает еще один Мардор. На Респе. И вот за счет этого Генжи может сейчас взять Альфу. Но у Эс-Мусейна плюс два. Кошенко встала на Фокстроте. Начинается атака на Дельту. Ну, Дельта в принципе и так уже твоя плюс-минус. Смысла особого вот в этом не вижу. В то время как выбивают Альфу. Парируют Кошенко на Фокстроте с Сивишкой на Чарли. Генжи. Но вот беда. Как только погибнет группировка на Альфе, Чарли удержать, скорее всего, не получится. Наверху за Фокстротом проходит команда Спара. Легионы отошли в сторону. Подкрепления выезжают свободно. И вопрос, а может было лучше слить Легион? Легион, чтобы задержать еще немного эти подкрепления. Отличный АМХ планкирует красных юнитов. Если бы там сволочь еще попадала бы. Отлично, минус танк. Ну и по факту работа по коммуникациям у Альфа Мусейна гораздо лучше. По совокупности всех параметров. Хотя Легион прошел раньше. И Легион более опасный юнит на своей дистанции, чем АМХ. 24-е пробитие, даже 25-е пробитие, это все-таки 25-е пробитие. Прошел, рассчитывал найти вот в этих домах. Не нашел, двигается дальше. Отлично. Кассиопея и Ганон забирают АМХ. Мотайте себе на ус. Вот так можно делать. Видишь АМХ, вытаскивай Кассиопею. Чудовищная рубила на Альфе. Рубила, во. Непонятно ни хрена, что происходит. Но я так думаю, в перспективе АСМУСейн все-таки передавит. Не вижу синего 2.1. Уже где-то погиб. Самое время вводить красный 2.1. В бой. Гренадеры отстреляли боезапас. Гренадеры в панике. Можно его реализовывать. Пытаться. Но Генжи немного не доигрывает. Стоят шастеры, стоят легионы. Стоит 2.1. Вот сейчас можно было забрать Альфу. Подбирается команда спарок Шемки на Фокстроте. По чуть-чуть. Потихоньку. Помаленьку. Очень плотно идет пехота. Вот в этой ситуации. Боже, как нужен. Бомбовоз. Мираж СФ за 100 поинтов. Ой, всю игру перевернет Эсмус Сейну. Но, к сожалению, в текущей мете игроки предпочтают отказываться именно от бомбардировщиков. Давайте приблизим. Чтобы лучше было видно. Гепард. Не справится. Бесплатные два первые. Отлично. Вернул контроль над Альфой. Тем же временем поставил на Индии КШМ. Но на Индии нихрена нету. Подбираются все ближе командосы. К Шемки. Мой прогноз на то, что Эсмус Сейн сможет забрать Альфу, не сыграл. И все выглядит так, как будто бы это 2-1. В пользу Генжи. Откровенно неожиданный, предполагаемый результат. Хороший гепард. К сожалению, одного недостаточно. Он еще и по день не лычкованный. Да нет, в лычке. А вот Кроталь не достал до самолета. Вот хвалил Эсмус Сейна за хорошую организацию. А тут Мардеры. Без прикрытия. Легион настрелял 4 из 9 ракеты. Убил 4 цели. Легион прекрасен. Ну, на мой взгляд, вот сейчас нужно было забирать Дельту. Но Дельта уже забрана. Генжи оказался... В общем, сыграл лучше, чем сделал бы на его месте я. Погибает Кэшемка на Фокстроте. И можно ставить СВ-шку на Дельту. Плюс 4 есть. 14 минут до конца, даже потеряв Альфу. Вот сейчас потеряв Альфу. Он успеет накапать поинтов. С плюс 5-то. И момент хороший. Даже ценой Альфы. Но по-другому играет. Генжи сражается до последнего за эту зону. Ну, кстати, можно не только на Дельту притащить СВ-шку. Можно притащить даже на Альфу. Высосать оттуда, скажем, 40-45 поинтов. Уже будет замечательно. Да, если бы я поставил на Эсмус Сейна, я бы, скорее всего, проиграл. Хорошо, что я не делаю ставки. Пустая Индия. Никаких попыток на нее пройти. Очень много потерял поинтов на Альфе. Эсмус Сейн. Ну, я думаю, можно ускоряться. Все-таки очень долгие получаются ролики. По возможности будем сокращать время просмотра. 360 и плюс 4. Не понимаю, почему не хочет ставить на Фокстрот Севишку. Есть две причины. Первая. Он боится командоспара. Вторая. Он уже морально сдался. Он уже осознал сутчетность своих потуг. Проезжает АМХ-10РЦ на базу. Убивает на Эхо Севишку. О боже. Генжи показывает что-то невообразимое совершенно. Отстоял Альфу. Забрал 2 каши М. Двумя юнитами. Рано я его хранил. Рано. Отличная игра. На мой взгляд, конечно же, Генжи являлся аутсайдером в этом матче. Но, блин, да просто прекрасно. Следующий ролик выйдет в течение недели. Может, чуть позже. А пока все свободны. Продолжение следует.